Когда мы собираем урожай и видим, что результат совершенно не тот, на который мы рассчитывали, то необходимо проанализировать все наши действия. И делать это надо от начала, то есть с заготовки почвосмесей и покупки семян. Грунт для рассады – это важная составляющая здоровых, крепких растений и богатого урожая. Ведь молодые всходы уже на первой неделе нуждаются в качественном фотосинтезе, своевременном поливе и питании. Если покупная земля истощена или того хуже содержит болезнетворные микроорганизмы и грибковые заболевания, то рассада может погибнуть или вырастить слабой, а значит и урожай мы получим плохой. Кто-то решает заготавливать землю с огорода в надежде, что застрахуется от вышеперечисленного. Спешу вас огорчить. В такой земле находятся вредители, которые ушли осенью в спячку, а также патогенные микроорганизмы. Поэтому отнеситесь серьезно и изучите тему, как заготовить грунт с огорода, чтобы не потерять синцы. Но решить проблему с патогенными микроорганизмами можно, благо ученые разработали средства, в состав которых входят наши помощники. Сегодня мы рассмотрим одно из немногих удобрений – атлант. Эти полезные бактерии подавляют вредные патогены, помогают оздоровить почву, защищают от корневых гнилей и, что важно, приобретают для растений легкодоступный фосфор и азот биологического происхождения, а также способствуют выделять вещества природного происхождения, которые стимулируют рост культур. Внесение эффективных микроорганизмов в почву крайне необходимо. Изучая этот аспект, я поняла, что их количество в земле постоянно колеблется и в некоторых регионах в силу погодных и природных условий уменьшается. Поэтому смело их добавляю как в открытый грунт, так и в почвосмесь для рассады. Атлант использую не первый год. Он завоевал мое доверие по следующим причинам. Во-первых, производитель удобрения российская фирма «Ваше хозяйство», которая на рынке более 20 лет. И это здорово, что мы поддерживаем отечественное производство. Во-вторых, результат, который я увидела, используя удобрения, меня порадовал и укрепил уверенность во внесении эффективных микроорганизмов в землю. В-третьих, категория этих удобрений не требует строгого соблюдения с точностью до миллиграмма, в отличие от минеральных. Конечно, рекомендуемые нормы производителям стоит соблюдать, но даже если вы добавите эмочки чуть больше, то не навредите своим растишкам. Ну а мы переходим к приготовлению почвосмеси. Для этого нам понадобится всего полтора грамма атлант на 10 литров земли. Перемешиваем удобрения и раскладываем землю по емкостям. Как ранее упоминалось, атлант можно вносить в открытый грунт при посадке любых культур, деревьев или кустарников, а также при сезонной перекопке или рыхлении грядок. Совет. В открытом грунте эффективность удобрения повысится, если вы добавите компост или перегной. Запомните, когда в земле много органики, к вам придут черви. Эти помощники преобразуют разложившуюся органику в гумус, то есть плодородную почву. Таким образом, на выходе мы получаем не только здоровую и качественную землю, но и шикарный урожай. Приобрести удобрения можно по ссылке под этим видео. А я желаю вам богатых урожаев и плодородной земли. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео понравилось. До встречи!